Добрый день, уважаемые зрители! Мы находимся на выезде из Луганска в километре от поселка Металлиста, на котором сейчас находится линия фронта. Мы находимся на одном из главных укреплений ополченцев Луганской Народной Республики. В самом Металлисте сейчас, что там, население, много ли там осталось людей? Никто не знает, что там осталось, но люди идут ажиотажем, перепуганными. Отступать не намеренно, да? Как вы считаете, действительно, угрозы, которые звучат сейчас в Киеве, что если, детская, через неделю не сложить оружие, в течение недели, то всех уничтожим? Они всех не уничтожат. Это преувеличивает или это действительно они располагают силами? Может быть, это просто запах. Да. Это просто сложный вызов, чтобы они боятся сюда лезть. Во-первых. У нас хватает усилий, чтобы их туда угнать. От наших земель. Если они, блин, пришли с мечом, то от меча умрут. А все остальное, блин, что они там ограждятся уже три месяца, это просто пустые слова. Будем стоять до последних. Отсюда у нас никто не бросит ружье. И тот же самый автомат, тот же самый разъездник, никто не его не бросит. Как мы ставим, так мы и будем всегда последним. Пока все это не закончится. Пока найдется у нас порядок. Ну, план уже, скажем так, в случае с того, если они не уйдут, есть уже, да? Будет зачистка. Как? Будет зачистка именно их. Именно их. А как его дойдем, а того Порошенко раком поставим. Понятно.